МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Несерой Екатерина и это новости in Poland. Тема сегодняшнего нашего выпуска. Власти Польши утвердили новые ограничения. Количество акций против абортов уменьшается. Теперь женские протесты будут по понедельникам. Впервые за многовековую историю не состоится традиционная рождественская ярмарка на Врославской рыночной площади. Велосезон подходит к концу, однако у жителей Врослава будет возможность арендовать городские велосипеды до весны. А теперь подробнее. В Польше, начиная с 7 ноября, в связи с ростом случая заражения коронавирусом, вступили в силу новые ограничения. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий на пресс-конференции в прошлую среду. Так, согласно новым ограничениям в Польше, на дистанционное обучение переходят с 1 по 3 классы начальных школ, а для учащихся старших 4 классов период дистанционного обучения продлится до 29 ноября. Возможно, этот срок будет еще продлен. Поддержку учителей в связи с дистанционным обучением власти назначили дополнительные 500 злотых на приобретение соответствующих аксессуаров, например, веб-камер или другой электронной техники. Закрываются учреждения культуры, кинотеатры, театры и галерии. Гостиничные объекты будут доступны только для лиц, осуществляющих служебные поездки. Также увеличивается безопасность торговых пунктов. В малых магазинах площадью менее 100 квадратных метров может находиться 1 человек на 10 квадратных метров, а в больших – 1 человек на 15 квадратных метров. Магазины в торговых центрах закрываются, однако остаются открытыми продуктовые магазины, магазины с косметикой и хозяйственными товарами, аптеки, строительные магазины, зоомагазины, газетные киоски и пункты обслуживания. Премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий призвал людей, которые хотят протестовать, делать это в интернете, а не на улицах. Все изменения действуют в субботы, а в отношении школ – с понедельника, и продлятся как минимум до 29 ноября. Также премьер-министр объявил о финансовой помощи наиболее пострадавшим от ограничений отраслям. Часть выплат вступит в силу с 1 ноября. «А не паньство, а не драньство» – это был девиз, запланированный на понедельник акции протеста, организованной в том числе и во Вроцлаве. Несмотря на то, что количество людей, активно участвующих в демонстрациях, сокращается, организаторы забастовок не собираются отменять протест. Женская забастовка теперь будет регулярно проходить по понедельникам. 9 ноября протестующие встретились перед заданием Нижнеселевского воеводства. Акция, которая началась в 15.00, являлась ответом на запланированное заседание Сейма. Организаторы приглашали участников протеста написать свои постулаты и требования в адрес государства на сделанных из картона банерах или обычных карточках. Вокруг протестующих находилось более сотни полицейских. Они предупреждали людей, что акция проходит нелегально и просили разойтись под угрозой получить штраф за нарушение введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Часть людей покидала протест. Однако часть протестующих, несмотря на предупреждение, осталась протестовать и полиции пришлось записать данные людей, находившиеся на манифестации. Кроме протеста с баннерами, в городе снова прошла автомобильная блокада, что также усложнило дорожное движение. Также состоялся марш велосипедистов с площади Свободы и двигался в сторону здания Нижнеселецкого воеводства. Никаких инцидентов не произошло, протест прошел мирно. В этом году впервые за многовековую историю не состоится традиционная рождественская ярмарка на Врославской рыночной площади. Традиционная рождественская ярмарка ежегодно собирала десятки предпринимателей из Польши и других стран, которые торговали местными деликатесами и изделиями ручной работы. Однако в этом году в связи с пандемией городское управление решило отложить ярмарку на более поздний срок. Ярмарка состоится в другой день, заявили представители мэрии и компании, ответственные за ее организацию. Причина – эпидемия коронавируса, рост числа заболевших и правительственное ограничение на гастрономию. Мы хотим организовать ярмарку позже, когда ситуация успокоится. Надеемся, что это будет возможно в январе-феврале. Конечно, это уже не будет рождественский рынок, но он обязательно порадует посетителей рыночной площади Врослава. Однако сегодня мы не можем сообщить конкретную дату. Мы ждем решения правительства, заявила Зузанна Морска из Управления экономического развития. К большой неожиданности в этом году интерес к участию во Врославской рождественской ярмарке «Возврос». Сотни как гастрономических, так и развлекательных фирм, подавших заявки, заплатили от 5 до 20 тысяч злотых за аренду своих стендов. Тем не менее, неизвестно, сколько из них примут решения участвовать в данном мероприятии в другой день. Из-за возрастающего числа заболевших на Врославской рыночной площади также не состоится празднование Нового года. Городские власти призвали горожан присоединиться к акции «Новый год жизни». Организаторы предлагают создать большую онлайн-вечеринку, которая позволит вратславянам весело и безопасно провести время вместе со своими близкими. Наступает конец сезона для одного из самых популярных по Врославе транспортов передвижения городских велосипедов. Несмотря на это, компания «Некстбай Польска», так же, как и в прошлом году, оставит часть своих двухколесных на улицах Врослава до весны. В этом сезоне на 200 станциях были доступны 2065 велосипедов. С 1 декабря 2020 года и до конца февраля 2021 года жители Врослава смогут использовать не только 600 стандартных, но и все нестандартные велосипеды. То есть 6 грузовых, включая также 1 электрический и 1 трехколесный, 35 детских, 6 тандемных, 6 электрических и 10 складных. В прошлом году в этот период городские велосипеды арендовали более 128 тысяч раз. Несмотря на дорожные и погодные условия, вирославяне очень охотно пользуются этим видом транспорта, что, безусловно, хорошо влияет не только на окружающую среду, но и на развитие велосипедного бизнеса. Что касается стоимости, то цены аренды стандартного велосипеда следующие. Первые 20 минут бесплатно, от 21 до 60 минут 2 злотых, за следующий начатый час 4 злотых. Стоимость аренды раскладного, тандемного и грузового велосипеда составляет 2,5 злотых за час. За аренду электрического велосипеда придется заплатить 5 злотых за час. Это были все новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. И не забудьте подписаться. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok